Друзья мои, всем привет! С вами Акер Механик. На лоха и жизнь плоха. Так многое думают люди, которые владеют информацией по устройству современных автомобилей. Я же делюсь с вами этой информацией абсолютно бесплатно. Ну, только что, может быть, рекламу на ютубе вы посмотрите. Так вот, сегодняшнее видео про то, как вы без абсолютно посторонней помощи, может быть, сами, а может быть, с помощью хорошего друга, сможете изменить реакцию вашего автомобиля в таких ситуациях, когда вы резко нажимаете на газ. Многие из вас, конечно же, сталкиваются с ситуацией, когда вы нажимаете на газ, и какое-то время автомобиль тупит и быстро не разгоняется, то есть не реагирует на педаль газа. Что же это происходит и почему? Объясню. Во-первых, на современных автомобилях нет прямой линейной зависимости между педалей газа и вашей дроссельной заслонкой. Они общаются с помощью шины КАН через блок управления двигателем, который анализирует различные параметры вашего двигателя, окружающую среду, параметры его работы на данный момент, и только после этого дает сигнал на открытие дроссельной заслонки. Плюс, к тому же, на автомобилях с автоматическими коробками передач существует эта задержка, так сказать, для сохранения небольшого ресурса автоматических трансмиссий. Но и многие люди, которые владеют такой информацией, пользуются этим и за довольно-таки немаленькие деньги предлагают автолюбителям устранить этот затуп. Говорят, что это определенный почти что чип-тюнинг, а особо наглые еще и говорят, что мощность автомобиля после этого изменится. Так вот, друзья, практически на всех современных автомобилях скорость реакции от педали газа и дроссельной заслонки можно изменять и адаптировать. Сегодня на примере своего автомобиля я вам покажу, как можно из автомобиля Volkswagen буквально за несколько секунд превратить его в автомобиль Audi, и реакция на газ изменится кардинально. Также хочу вам показать, что нужно делать периодически с вашей дроссельной заслонкой, чтобы ваш автомобиль не терял ваших динамических характеристик. И да, друзья, хочу сразу сказать, что данная операция ни в коем случае никакой не колхоз и не санкционированное вмешательство в электрику и в электронику автомобиля. Это все легально, надежно и нисколько не снижает ресурс вашего автомобиля. Точно знаю, что данный способ работает на всех немецких автомобилях, таких как Volkswagen, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, BMW и Mercedes. Данный пункт, знаю, есть и на автомобилях Toyota, просто это делается немножко по-другому. Если уж есть на всех этих автомобилях, этот параметр легко изменяется. Так вот, друзья, прежде чем мы перейдем к изменению работы нашего дросселя и увеличению скорости отлика его на педаль газа, хочу вам порекомендовать, как нужно обслуживать дроссельную заслонку, чтобы она не теряла скорости своего открытия. Для этого в большинстве случаев вам понадобится ключик, ну, на 8, либо на 7, чтобы открутить впускной тракт, патрубок от интеркулера на дроссель. Да? И вам понадобится любой очиститель карбюратора. Для чего это нужно? Как вы знаете, даже электронная дроссельная заслонка, сама ее механическая часть лежит на штоках. Так вот, эти штоки, которые входят в корпус дроссельной заслонки, которые на подшипниках, с процесса работы, особенно если во впускной тракт попадают пары, масло, редко люди, например, меняют воздушный фильтр и так далее, грубо говоря, это соединение туда попадает различная грязь, скажем так, наросты. Так же, как зарастает, например, впускной коллектор или впускные клапана. Так вот, со временем скорость или возможность свободный ход вот этих штоков дроссельной заслонки, он как бы становится менее свободным. И чтобы это исключить, нужно воспользоваться просто любым очистителем карбюратора, самым дешевым, и периодически, ну хотя бы раз в сезон, это все очищать. И я вас уверяю, что это и сам механизм дроссельной заслонки будет легче ходить, так как шестеренки в большинстве своем в нем, в блоке управления электронным, пластиковые. И чтобы не было большого сопротивления, лучше делать вот такую профилактику. Ну а теперь, друзья, как сделать, чтобы ваша дроссельная заслонка быстрее срабатывала при нажатии на педаль газа. Показываю. Для этого вам понадобится, во всяком случае, в автомобилях концерна Volkswagen диагностический сканер. Какой-нибудь китайский лаунч или ОБД не пойдет. Вам нужен сканер хотя бы VCDS, который позволяет делать длинное кодирование. Так как мы будем изменять кодировку дроссельной заслонки. И в любом блоке дроссельной заслонки любого производителя эти параметры возможно изменить. Итак, друзья, для совершения данных операций включаем сканер, включаем зажигание, входим в блок управления двигателем, входим в кодирование, длинное кодирование. И у нас, например, на автомобилях концерна Volkswagen есть нулевой байт. И биты с нуля по четвертый отвечают за скорость реакции дроссельной заслонки. Если, например, брать, например, показатель 4, то на всех автомобилях Skoda стоит, как правило, параметр 4. А на автомобилях Audi стоит параметр 1. То есть, если изменить, отключить четвертый бит и включить первый, то ваша дроссельная заслонка будет реагировать как автомобили Audi. Более резко и более четко и точно. Но автомобиль будет, естественно, более дерганым. После этого мы сохраняем данное длинное кодирование, выключаем зажигание, включаем сигнализацию или отключаем иммобилайзер, перезапускаем автомобиль и вы получите скорость реакции намного резче, намного быстрее, чем это было до этого. Хочу отметить, что это касается только современных автомобилях, у которых, естественно, педаль газа и дроссельная заслонка общаются по шине КАН, и педаль газа и дроссельная заслонка являются электронными. Если тот или иной узел общается, грубо говоря, через тросик, а именно есть какой-то механический привод, то, естественно, этот способ не работает. Вот так вот с помощью трех незамысловатых движений и диагностического сканера вы сможете сделать свой автомобиль довольно резвым, и реально динамику его с места вы можете не узнать. Ну а с вами был Акер Механик. Заходите, кстати, в мой инстаграм, там тоже интересно. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. И, кстати, ребят, если вы знаете какие-то другие кодировки, которые изменяют безопасно поведение автомобиля, делитесь с нами, пишите все это в комментариях. Эти, кстати, коды и подобные настройки автомобиля все есть в сборнике кодировок, которые я выкладываю периодически на своем канале. Посмотрите эти видео. Если вас заинтересует, пользуйтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok